добрый вечер и мы как всегда с вами пожелаем успеха нашим воинам и благополучия и наверное следует добавить защиты всему израилю и выздоровлению ранних и возвращению пленных дай бог ты несмотря на все тяжелые моменты происходят чудеса которые все-таки нужно было бы как-то замечать отмечать мы помним все с вами прошлую атаку ирана и 100 100 процентная защита понимаете так в жизни не бывает до 100 процентов не никогда не бывает говорят даже что чистый спирт он 98 8 процентов ты стопроцентная защита и один из комментаторов все время подчеркивают и что это настоящее чудо так что бог не оставил нас происходят чудеса и мы будем стараться свое как бы свою духовную линию возвышать духовность и будем просить всевышнего чтобы он старался со своей стороны дал нам защиту я всегда упоминаю любовь от михаэль свою жену которая ушла из жизни два года назад неустанный борец за алию за целых на земле израиля и за глубокое понимание торы я произношу эти слова не мне уже самому кажется какими-то привычными но на самом деле за этим стоит очень очень много может быть когда нибудь я постараюсь постараюсь рассказать о ней на этой неделе было такое на мой взгляд довольно серьезное событие в михлеле дьерцог в гуши цион в ишиви о рацион всегда проводят а рацион всегда проводится дни танаха летом как бы на иврите и на английском и есть класс и приходят люди выбирают себе лекторов на этот раз был класс по-русски и собралась очень серьезная аудитория было просто приятно видеть и целый день был посвящен лекциями обсуждению обсуждению танаха это очень это очень радует очень радует что есть интерес вот может быть как бы можно не все не совсем согласиться но это все не важно главное что есть главное что есть интерес есть желание разобраться и вот а мы с вами возвращаемся к нашей теме возвращаемся к мишлей причем царя шлама и мы с вами в четвертой главе и дайте мне только поднять ковец файл и мы с вами тогда можем начать вот перед нами я надеюсь что мы видим видим сейчас посмотрим что здесь можно убрать лишнего на надеюсь что мы видим ковец правильно вот еврейский текст мне тоже нужен и вот четвертая глава слушайте сыновья наставления отца и внимайте чтобы научиться разуму мы говорили что у царя шламу один сын рахабам но и все многочисленные ученики которые не часто собираются к нему несмотря на все его обязанности царя и сидят и внимают его мудрости все его ученики вам всех их называется навьями потому что я преподал вам добрые учения мы здесь говорили с вами келдеках тоф на тати лахэм обратите внимание насколько по-русски невозможно передать да то что мы с вами обсуждали леках тоф я вам даю хороший подарок а подарок корень 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 слова подарок леках то что беру то что я беру то что я беру это 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 подарок и мы с вами говорили напоминаю что здесь намек что когда человек посвящает свое время силы тому чтобы научить других торе то он получает еще больше с небес ему открывается что-то так сказать заслугу или взамен его его усилий не оставляйте заповеди не оставляйте заповеди моей ибо я был сыну отца моего нежный единственный у матери моей а что мой немножко жалуется что ему было трудно на что родители к нему относились строго и поэтому просит и своих учеников быть терпеливей на когда он обращается к ним с наставлениями когда он недоволен ими что они не понимают его и он учил меня и говорил мне да удержит сердце твое слова мои сохрани заповеди мои и живи мы не раз говорили о том что кора и торы и заповеди это это жизнь тора и заповеди торы и заповеди охраняют человека на и дают и приносят ему дают и приносит ему благополучие потому что что значит охраняют охраняет заповеди мудрецы рассматривают и говорят о том что тот то исполняет заповедь он защищен и он защищен даже по дороге когда он идет исполнить заповеди на обратном пути но когда он не занят исполнением заповеди заповедь уже не защищает его от Она защищает его постоянно. Если заповедь можно сравнить со свечой, которая горит какое-то время, а потом погасает, то Тора – это свет, источник которого не иссякает, и она всегда с человеком, она как бы запечатана в его душе. Все слова Торы, которые человек положил на душу свою, так сказать, на сердце своё, они остаются навсегда и служат ему защитой. На еврите тоже самое, как бы здесь трудно что-то подчеркнуть. А вот дальше говорится, да, здесь можно что ещё подчеркнуть, живи имя. Раби Тарфон говорил о рабе Акива. Тот, кто отдаляется от тебя, отдаляется от жизни. То есть он воспринимал учение рабе Акива как наиболее полное, как наиболее передающее свет Торы, наиболее полное, даже в большей степени, чем слова других мудрецов. И поэтому, поскольку Тора, она как бы добавляет и жизненные силы, и защищает, то он, арабик Акива, говорил, что тот-то отдаляется от тебя, он отдаляется от жизни. Почему, можно сказать, почему Тора защищает, да, и заповедь защищает, пусть какое-то время, да, потому что человек исполняет своё предназначение. Он живёт ради того, что он создан, да. А когда человек исполняет своё предназначение, то ради чего он создан, да, то, как бы, так сказать, на небесах не возникает вопроса, а что он вообще делает, а зачем его сотворили, а что он здесь присутствует на этой земле. Ну, не вредит хорошо, но он же не исполняет своё предназначение, да. А Тора, она охраняет и даёт жизнь, и делает жизнь наполненной, потому что это предназначение человека. Что такое Тора, тогда мы можем спросить. Мы представляем себе, что мы не раз говорили, что человек создан ради диалога между ним и Всевышним, да, и диалог происходит так. Тора – это то, что говорит Всевышний, и то, что он рассказывает о себе, и то, где раскрывается его, и то, где раскрывается его желание, да. То есть, что-то Всевышний сделал, дрова в Тору с горы Синай, рассказал о себе, сказал, кто он такой. Я Бог твой, который вывел у тебя из земли, египетский, из дома рабства, рассказал о своих свойствах, о своём желании. Зор утверждает, что в слово Анухи, Анухи Гошем и Лукехов, в первой заповеди Анухи, Я, слово Я вообще влилась вся Тора. Когда услышали Я, то услышали всю Тору. То есть, можно понять из этих слов Зор, что основное в Торе – это рассказ Всевышнего о себе. Со своей стороны, человек призван вести диалог со Всевышним, спрашивать, задавать вопрос, кто он, каково его желание, на как он должен, человек, построить свою жизнь для того, чтобы привести в мир желание Всевышнего, чтобы было в мире добро. И что он должен сделать, чтобы лучше понять Всевышнего, понять его желание. Этот диалог идёт постоянно. Таким образом, можно сказать, что человек, который привязан к Торе по-настоящему, он исполняет своё предназначение, и поэтому достоин защиты, как всякое творение, о котором нельзя задать вопрос, а зачем оно, что оно здесь делает. Не забывай задумываться, но не уклоняйся от смысла слов. Сейчас я вот смотрю, как тут лучше к этому. И он, чем я, да удержит сердце твоего слова мои. Окей, да. Квенэти, в иронии, в июморли, и тмох двора, и либья хэшма. Хорошо, да. Вот давайте дальше, да. Не забывай задумываться, но не уклоняйся от смысла слов. Здесь очень интересно, да. Кне, пятое предложение. Просто дело в том, что я вижу, что здесь по-русски, по моей или по чьей-то вине, здесь нету начала, и я никак не мог сообразить, где мы с вами. Но давайте на иврите. Кне хухма, кне бина. Обретай мудрость, обретай понимание. Значит, здесь подчеркивается, мы уже видели, обретай мудрость, об этом говорилось. Здесь подчеркивается, да, что обретая мудрость, обретай понимание. Понимание мы понимаем, что такое. Его можно посмотреть здесь с разных сторон. Можно сказать, что мудрость – это в значительной степени информация. А бина – это действительно это понимание, то есть пропустить через себя эту информацию, понять, что за ней стоит. Не все может быть выражено в слове. Нужно понять, что стоит за словами того, кто тебе раскрывает Тору, или что стоит за словами тех книг по Торе, которые ты открыл, да. То есть царь Шламо говорит фактически, да, никогда не останавливайся на информации. Никогда просто не впитывай информацию, хотя это тоже очень важное дело, да. Всегда сразу пропускай ее через себя, обобщай, углубляй, находи что-то личное в этом. Найдешь личное – задержится в тебе, задержится в твоем сердце. Иногда приводит в пример Раве Лизера Бер-Уркануса, про которого говорится, что он никогда ничего не говорил, никогда ничего не говорил, и чтобы он не слышал это от учителя. Но был случай однажды в таком очень уважаемом обществе, и пришел его отец к Раббан-Иханан бен Закайу, у которого он учился в Ярушалаиме, да, и Раббан-Иханан бен Закай попросил Раббе Лизера Бер-Уркануса говорить перед его отцом, перед собранием, чтобы увидели его мудрость, да. Он начал говорить, да, и это были одни хедушим, то есть что-то новое, да, то, что люди никогда не слышали, да. А Раббе Лизер Бер-Урканус, он удивлялся, он говорил, ну, я же говорю только то, что слышал от учителя, да, то есть слова учителя настолько, как бы, естественно, ложились на его сердце, и настолько естественно, он как бы обрабатывал их, да, расширял и углублял, что он даже, он не заметил, да, он не заметил, что, пересказывая, скажем, идеи учителя, он пересказывает очень много того, что люди до сих пор не слышали, да. считается, что наиболее высшая форма изучения Торы – это то, что называется шимушталмедейх хамим, прислуживать мудрецу. Это не значит, что обязательно ему подавать сакан чай, убирать в доме, вот, совсем нет, шимушталмедейх хамим – прислуживать, это только выражение, имеется в виду, чтобы быть рядом с учителем. Нужно помочь, конечно, так, хорошо помочь, но цель не в этом. Цель в том, чтобы быть рядом с учителем и учиться, так сказать, не только от его слов, но и учиться от его личности, да, вбирать, как бы, всю его личность, которая, если так можно сказать, сформирована мудростью Торы, да, обретать мудрость, как здесь говорится, через личность. Здесь очень интересно заметить тоже, да, что вот тогда обретая мудрость, обретая понимание, и мы уже понимаем, что в понимании есть что-то личное, не обязательно личностный подход какой-то, да. Очень интересно, что мудрецы, вот этот принцип, да, принцип «необходимо быть рядом с учителем», они иллюстрируют на примере, они иллюстрируют на примере пророка Ильиша. Пророк Ильиша был преданным учеником пророка Ильяву, и на горе Кармель, когда, как вы помните, Ильяву принёс жертву, жертву Всевышнему, не будем вдаваться во все подробности, все обстоятельства, принёс на горе Кармеля жертву Всевышнему, он попросил, огонь спустился с неба, и вот ещё до того, как огонь спустился с неба, для того, чтобы это чудо было ещё более подчёркнуто, он попросил вылить воды. А это были годы засухи, и спрашивают, откуда же была вода, откуда было взять воду, когда, может быть, пить-то нечего было людям, которые собрались на горе Кармель. И говорят, что Ильяша, силой Ильяву, он выливал воду на жертвенник, столько воды, что она прямо стояла между камнями жертвенника. Это силой Ильяву, говорят, что его пальцы сделались как источники воды, или можно представить себе, что он брал купшин, и купшин наполнялся заново каждый раз сам собой, и он выливал воду. Почему это важно? Потому что свойство Илья у пророка – это огонь, он весь пылает. А его ученик, он выливает воду. И задача учителя не в том, чтобы подавить ученика и сделать из него свою копию, не в этом состоит передача Торы. Передача Торы из поколения в поколение состоит в том, чтобы ученик раскрыл свои качества, свой подход к Торе. Да, он рядом с учителем, он всё понимает, он вбирает все его слова, одно что, он пропускает их через себя, и получается, ну, так условно говоря, нечто другое, хотя это то же самое, только раскрывается по-другому с неожиданных сторон учения его учителей. Вот эти глубочайшие слова, они здесь у царя Шламо, как всегда, они спрятаны в четырёх словах. Кнехухма – каждый раз, когда ты приобретаешь мудрость, приобретай понимание. Пропускайся через себя, будь самим собой, понимай по-своему, иначе учение не усваивается, иначе оно не передаётся из поколения в поколение. Но тут же предупреждение, тут же моментальное предупреждение. «Аль-тиш-ках», не забывай, не забывай то, что ты услышал, то есть основа, база, то, что сказал учитель, ни в коем случае не забывай, «баль-тат-миа-марей-фи», и не отклоняйся от речения уст моих, этому говорит царь Шламо, и это может сказать каждый учитель, а может быть, это могут быть слова самой Торы, который говорит, не отклоняйся от речения уст моих. И вот здесь можно было бы привести как бы на примере. При всех твоих души, при всём твоём личностном подходе никогда не отклоняйся от основы. Так, грубо говоря, не перевирай основу. И вот я взял для вас как иллюстрацию несколько моментов. Один из моментов – это из пророка Хавакука известная фрада «Шаза цадикба и мумнато ихье» «Праведник будет жить своей верой» или «праведник своей верой будет жить». Это говорит пророк Хавакук. Что здесь интересно? То, что это выражение стало расхожим в израильской прессе, политике. Может быть, сейчас как-то несколько сошло, но в период Шеломиталони и прочих подобных деятелей она была очень популярна. но в изменённом варианте. Мы видим здесь, что Хавакук говорит «Праведник своей верой будет жить». А Шеломиталони всегда цитировала «Человек своей верой будет жить». Она имела в виду, что у каждого человека своя вера, свои представления, свои убеждения, и всё как бы, всё пошло и поехало, всё исказилось, и это правило «не отклоняйся от речений уст моих», то, что говорит учитель, даже сама Тора. Всё это правило нарушено. Вместо того, чтобы у человека сложилось представление, что праведник, человек праведный, который сам по себе привязанный к традиции и старается быть привязанным ко Всевышнему, не отклоняться от Торы. У него есть свои нюансы, у него есть свои убеждения. Каждый праведник, каждый праведник, он другой, и он живёт своей верой, своими убеждениями в том смысле, что ты его с этого не сдвинешь. Это для него важно как жизнь, его собственный путь. Как мы говорили, у каждого может быть собственный путь, но этот путь в Торе, это путь праведника, а не то, что каждый человек, во что он верит, тем он и будет жить. Вот это как бы пример, не отклоняйся от речения уст моих, не перевирай. Не перевирай – это такой простой пример, не представляется, что он здесь очень уместен. Или, скажем, мы с вами знаем, что мы с вами знаем, что существует так называемая библейская критика, которая пытается анализировать, пытается анализировать текст в отрыве от традиции, в отрыве от традиционного понимания. Если нету какой-то традиции понимания, не отклоняйся от речения уст моих, это не только само речение уст, это понимание, понимание, понимание текста. Если нету традиционного понимания текста, то можно выдумать все, что угодно, можно приписать любой смысл наше преимущество перед другими религиями, философией, теориями научными, оно состоит в том, что у нас есть устная традиция, есть традиция понимания текста. Может быть так, может быть так, но есть то, что не годится. Не так, не так. Есть нюансы, есть, как говорят, есть 70 лиц, Торы, очень хорошо, но это лица, лица Торы, которые отражают эту сущность. Иногда, когда мне говорят, что есть 70 лиц Торы и начинают рассказывать какие-то небылицы, то я говорю, что у Торы есть 70 лиц, это правильно, но у него есть еще обратная сторона, к которой вы привязали. То есть вы рассказываете что-то обратное Торе, противоположное Торе. Не все можно сказать и не все можно придумать и не все можно втиснуть в традицию. Вот она как бы нерезиновая, как говорят. И вот как пример такого понимания, да, можно всем хорошо известны ходы так называемой библейской критики Берешит, Барай, Лукиме, Дашамай, Медаарис вначале сотворил всесильный небо и землю, да, и тут начинается то, что вне традиции. А вначале сотворил, а имя, а имя Бога, оно не стоит на первом месте, значит, наверное, в Торе имеется в виду, что что-то было до Бога, да. Ну, как простым языком можно сказать «Здравствуйте, пожалуйста», да, или, как еще говорят «Здравствуйте, я ваша тетя приехала из Киева, буду у вас жить», да, жили-жили, передавали традицию, и вдруг кто-то решил, понимаете, да, отбросить, отбросить традицию. В любую фразу можно втиснуть любое, любое понимание, да, и опять же наша сила в том, что есть у нас традиционное понимание, да, вот, а потом начинается «Айлухим», это множественное число, и поэтому, наверное, в Торе имеется в виду, что есть много Богов, ну, в общем, короче, самая несуразица, которая только может быть, глубочайшее непонимание, что такое слово, что такое имя «Элухим», да, что «Элуа» – это высшая сила, а «Элухим» – это высшие силы, но имеется в виду не множественность, да, а та сила, которая объединяет все существующие силы, стоит над ними, они находятся в его распоряжении полным подчинением, да, это «Элухим», это имя Всевышнего, тот, кто держит в своих руках и создал, держит в своих руках все силы и умеет, нет, значит, начинает придумывать, это как бы очень-очень серьезно, и поэтому здесь мы видим всю глубину мысли царя Ашламу, да, приобретая мудрость, пропуская ее через себя, приобретая понимание, но только что не забывай, не забывай источник, не забывай основу, да, и не отклоняйся от речения уст моих, я бы сказал, от смысла, который я вложил, учитель Тора, который вложили в слова, потому что если ты будешь нагружать их уже со всем своим смыслом, который не вяжется с традицией, то это никуда, никуда не годится, да, вот, и мы с вами пробираемся дальше, и есть здесь совершенно прекрасные слова, да, не оставляй ее, и она будет хранить тебя, люби ее, и она будет оберегать тебя, да, здесь царь Ашламу подчеркивает, что да, то, что мы с вами, то, что мы с вами сказали, что не оставляй ее, это в смысле будь погружен в Тору, в размышления о Торе все то время, которое ты можешь, а если ты не можешь, то не оставляй любовь к ней, то есть желание вернуться к ней, к изучению, к изучению Торы, даже если ты сейчас, в данный момент не можешь, да, но в первый же момент, когда ты сможешь, ты вернешься к ней, да, вот, и это любовь к Торе, желание постоянно возвращается к ней, даже когда ты должен оторваться от нее, и она в этом случае, она в этом случае тебя, тебя оберегает, да, так что, видимо, здесь Мишлей раскрывает еще одну сторону, которая в Гемаре осталась нераскрытой, да, мы сказали, что Тора оберегает человека всегда, постоянно, да, вот, а царь, что мог, да, что это в том случае, когда человек с любовью относится к Торе, не забывает о ней и хочет к ней все время вернуться, да, вот, а это вот такая интересная посылка в сравнении с Гемарой, да, да, решит хохма, кнехохма, начало мудрости обрети мудрость, и во всех приобретениях приобретай понимания, да, вот, что значит начало мудрости, обрети мудрость, мы уже говорили, что начало мудрости, это трепет перед Всевышним, это царь Шламо назвал начало мудрости, почему теперь начало мудрости, это обрети мудрость, да, царь Шламо подходит здесь немножко с другой стороны, так сказать, да, он уже сказал, что трепет перед Богом это трепет перед Богом это начало мудрости, да, вот, это как бы условие того, чтобы была мудрость, или чтобы мудрость была, чтобы мудрость была настоящей, как мы говорили, что перед без трепета перед Всевышним нельзя достичь той мудрости, которая ведет, которая ведет к добру, да, которая создает, создает добро, быстрее, а если мудрость не направлена на добро, то какая какая она мудрость тогда, да, она может быть направлена на защиту праведника, на создание оружия, да, но это все ради добра, ради высоких целей человек, который это делает, изготовляет оружие, он знает, где праведники, а где нет, да, и в конечном итоге это ведет к добру, если нету трепета перед Всевышним, то это не может, мудрость не может привести, не может, мудрость не может привести к добру, да, этот царь Шламос сказал уже, да, теперь, что же он нам говорит, да, то у него началом был трепет перед Всевышним, теперь у него начало мудрости, это обрети мудрость, да, Он подчеркивает другую сторону. Он говорит о том, что мудрость дается человеку только тому, кто хочет мудрости, всем сердцем желает ее. Он уже об этом говорил, но здесь он спрятал это в несколько слов. Опять же, в четыре слова. То есть мы с вами помним при о сооружении Мешкана, это и в главе Китеса, и в главе Трума, в книге Шмот говорится, что Всевышний дал мудрость мудрым сердцем. Ну, если они мудрые уже сердцем, то к чего же давать им мудрость? Еще большую мудрость. Но не сказано, что хохмай и тираж, что еще большую мудрость. Он сказал, что он дал мудрость мудрым сердцем. Что такое мудрый сердцем? Сердце – желание. Тот, кто стремится к мудрости, хочет познать тайны Всевышнего, чтобы создать Мешкан, переносной храм в пустыне. В нем вложено столько тайн, столько великой мудрости. В каждой детали есть отражение какой-то духовных миров, и человек это хочет, хочет все постичь, да, если он действительно хочет Всевышнему, дает эту мудрость, да. Он постигает то, что человеку трудно или вообще невозможно постичь, если без помощи Всевышнего. А помощь дается тем мудрым сердцем, то есть у кого есть в сердце желание. То же самое здесь говорит Царь Шламов. С чего начинается мудрость, да, пропустил здесь желание обрести мудрость. Желание обрести мудрость. С этого начинается мудрость, да. Без этого не будет мудрости. Вот таким образом, как бы читается это предложение, решит Хохма начало мудрости, обрети мудрость, да. Как обрети мудрость? Захоти, пожелай, да. Тогда у тебя будет начало мудрости, той мудрости, которая от Бога, которая дается свыше. Увихольки не анехай, опять же он говорит, кне вина, да. И когда ты обретаешь мудрость, ты обязательно обретай понимание, да, как бы он постоянно это подчеркивает, царь Шламо, придавая важность. Иногда говорят, как Юсеф сказал фараону, да, почему сон фараона, пророческий сон фараона, почему он ему приснился два раза, потому что Всевышний сказал, что хочет сказать, что не два раза, но, скажем, в двух вариантах приснился ему одна и та же идея, в двух вариантах, в двух картинах. Почему это так? Потому что Всевышний быстро приведет исполнить свое слово. Здесь похоже, да, царь Шламо возвращается, повторяет для того, чтобы сказать тебе, насколько это важно. Мудрость обязательно пропускать через себя, доводить до понимания. Понимание, мы с вами говорили, его можно с нескольких сторон посмотреть на него. Магарал всегда подчеркивает, что бейна – это от слова бейн – между, да, а что там между словами, да, а что там за словами, да, вот как бы эта щелочка между словами, да, она выводит куда-то вот на какую-то, в какой-то другой пласт, а не только как бы читать между строк, но и между слов, это бейна, да, понять, что скрывается за словами, да, а иногда и пауза, иногда и молчание, то, что между словами, оно очень значимо, да, поэтому Раби Акива Перкеевод говорит «сиягли хухма штика», а ограда мудрости – это молчание, но здесь ограда в каком смысле, да, та ограда, за которой еще что-то есть, еще что-то стоит, да, помолчать иногда очень-очень полезно для ученика. Зачем? Чтобы он осмыслил. Это одно понимание бейна, это то, что между, между слов, между строк, если хотите, да, есть другое понимание, да, что значит понять, да, когда человек говорит «я понял», да, когда он нашел в себе, в том или ином виде, на том или ином уровне, нашел в душе то, что пришло к нему снаружи, как информация, да, «а, о, – говорит, да, – это то, что нужно, да, это то, что я всегда знал, да, знаете, самые, скажем, самые великие идеи, вот, самые нужные, самые важные, как я, скажем, для себя отмечал очень часто, да, ты слушаешь что-то очень мудрого человека, да, вот, и ты думаешь, что же он говорит, я же это все знаю, и потом ты только понимаешь, что он не говорит то, что ты знаешь, да, он это затрагивает твою душу, и тебе это настолько близко тебе, что кажется, что ты всегда это знал, да, это еще одно понимание, понимание бина и между строк, и между словами, и то, что глубоко как бы сидит во мне самом, вдруг, то, что я слышу, это находит отклик, да, так что царь Штамо говорит, что начало мудрости – это желание мудрости, как бы мы перефразируем немножко, да, вот, и обретая мудрость, да, никогда, никогда не уставай пропускать через себя, иначе это все улетит, не задержится, не принесет тебе, не принесет тебе большой пользы, да, вот, это то, что можно здесь сказать, а мы с вами пробираемся дальше к очень интересным моментам, да, вот, я надеюсь, что будут вопросы, вот, как-то у нас так повелось, что я не прерываюсь, но надеюсь на вопросы потом, да, да, вот, очень в этом, то, что нужно еще подчеркнуть, да, что решит хухма начало мудрости – это обретай мудрость, да, здесь еще есть еще один момент, который очень важно подчеркнуть, да, что Тору, мудрость Торы можно обрести только во имя ее, во имя ее самой, да, только во имя ее собой, да, что это значит, давайте мы посмотрим, как это было с царем Шламо, да, царь Шламо, как вы помните, перед тем, как он начинает строить храм, он обращается ко Всевышнему в Гевоне, нужно сказать, что он сорок дней до этого постился, перед тем, как он обратился ко Всевышнему с этой молитвой, и он говорит, и дай рабу твоему сердца слышащее, понимающее, да, чтобы судить народ твой, различать между хорошим и плохим, ибо кто сможет судить народ твой, этот тяжелый, да, основную задачу царь Шламо видит свою в том, чтобы, в том, чтобы судить народ, и не только разбирать тяжбы, но и в том, чтобы возвышать его, возвышать его духовно, да, возвышать его духовно, а отделять от материальных проблем, поднимать их к духовности, да, вот в этом тоже, в этом тоже, это тоже включено в слово судить, да, и вот, и он просит мое мудрое сердце, да, и хорошо было в глазах Бога то, что просил, просил Шламо это, да, а что хорошо, да, и дальше поясняется, и сказал Всевышний ему, так, как ты просил это, а не попросил для себя долгих дней, да, тут нужно заметить, что когда Шламо просил мудрость, да, скажем, мудрость сердца слышащее, допустим, что это мудрость, Всевышний, по крайней мере, как бы так переводит, да, слышащее сердце, это мудрость, да, вот когда царь Шламон попросил мудрость, это не для того, чтобы продлились его дни, хотя Тора продлевает дни, как мы понимаем, да, даёт жизнь, жизненные силы и продлевает дни, да, он не для этого просил её, и не просил для себя богатства, да, Всевышний смотрит в сердце и говорит, ты попросил Тору, ты не просил её для того, чтобы продлились твои дни, ты попросил Тору, ты попросил её не для того, чтобы быть богатым, да, чтобы она дала мудрость и благополучие, у тебя было богатство, и не попросил души врагов твоих, ты не попросил Тору для того, чтобы быть мудрым и побеждать врагов твоих, а попросил для себя понимания, чтобы слышать, не попросил души в работах, а попросил для себя понимания, чтобы слышать, как вершить суд, как это донести до народа, перевести в практику эту мудрость, и как донести ее до народа и возвысить народ. Вот, поэтому, поэтому, говорит Всевышний, дальше я тебе дам все, и долголетие, и богатство, и защиту от врагов, я дам тебе все, что ты не просил, когда попросил Тору. Вот, это милость Всевышнего, это все очень замечательно, но то, что нам важно понять, что такое Тора во имя Торы. Изучение Торы только во имя Торы, только ради того, чтобы вести диалог со Всевышним напрямую, в чистоте сердца, вот только для этого, только это называется Тора во имя нее самой, во имя самой Торы. Мудрецы очень осторожно относились к ученикам, старались понять их, проверить, учат ли они Тору во имя Торы, или у них какие-то побочные, непобочные интересы. Мудрецы периода, начало периода второго храма, они сказали, поднимайте много учеников, и это было какой-то новостью, да, потому что брать всех в ученики, только чтобы их было много, чтобы, если он выучил что-то, как говорили, если ты выучил Алиф-Бет, то иди и научи кого-то Алиф. Вот это некоторый такой хидуш, потому что до этого очень требовательно относились к ученикам, да, и очень требовательно относились к ученикам. Впоследствии, позже, уже в период перед разрушением храма, возник спор между Елелем и Шамаем, Шамай не хотел брать всех учеников, да, он считал, что человек должен учить Тору во имя нее самой, да, вот, поэтому он говорил, что человек, человек должен быть богатым. Во-первых, чтобы не оставил изучение Торы посередине, во-вторых, чтобы он был обеспечен, он не учил Тору ради того, чтобы обеспечить себя, да, вот, и поэтому решит хохма, кнехохма, да, это еще один пласт, да, вот, пусть у тебя начало мудрости, это желание обрести мудрость, но желание, это должно быть чистым, без примесей, да, И мы приведем с вами еще одну цитату, да, одну цитату, и Раби Цадок говорит, да, это из Масахитавод, из Перкеавод, четвертый перик, он, Раби Цадок здесь говорит так, не делай их слова Торы венцом, то есть ты выучил что-то, ты не гордись, да, Не ходи с гордо поднятой головой, потому что я знаю больше, я знаю больше других, да, вот, чтобы возвеличиться с их помощью, да, и не делай их лопатой, чтобы копать ими, да, не делай из Торы профессию на систему заработка, да, И так говорил, так же говорил Гелень, да, тот, кто пользуется венцом Торы, исчезнет, да, исчезнет, может быть, не то, что он умрет, но его, как бы, значимость, значимость среди людей, она будет ничтожна, да, Если он Тору использует в корыстных целях, тем более венцом Торы, высшими знаниями Торы, да, он пользуется, отсюда ты учишь, что всякий, кто извлекает выгоду из слов Торы, лишает себя жизни в мире грядущем. Это суровое постановление, суровое постановление Елеля, да, то есть взять драгоценность, жемчужину Всевышнего и начать, и сделать из нее лопату, да, это не обязательно, но это может стоить человеку, так сказать, наказание в будущем мире, да, вот, в будущем мире есть у всех вопрос, как он достигается, да, с каким трудом, да, И вот наказание может стоить человеку вот это вот превращение Торы в лопату, да, вот, и это как бы, да, вот, мне хочется вас поздравить и себя тоже, да, мы с вами поняли то, что, то, на что редко обращают внимание, да, что такое начало мудрости, обрети мудрость, да, вот, мы теперь понимаем эту фразу со всех сторон, во-первых, желание, во-вторых, чистое желание, это начало мудрости, без этого не будет мудрости, божественной мудрости Торы без этого не будет, да, Мы попробуем сделать еще несколько ходов, может быть, сейчас посмотрим, что у нас с вами получится, да, вот, и здесь есть несколько посылок, очень-очень важных, да, А мне бы хотелось с вами, мне бы хотелось и предупреждение не подходить к людям нечестным, может быть, мы вернемся к этому, мне хотелось бы сделать с вами очень, посмотреть очень интересный момент. Больше всего хранимого, береги сердце твое, потому что из него источники жизни, да, на, вот, Из него источники жизни, можно сказать, выходы жизни, да, жизненные выходы, то есть все, что ты делаешь в жизни, да, что у тебя получается во всех твоих делах, во всех твоих занятиях, В том числе и в изучении Торы, это зависит от чистоты сердца твоего. Давайте приведем несколько примеров, давайте приведем несколько примеров, потому что легче всего понять на примере, да, вот, давайте с вами мысленно откроем книгу Дворим, Четвертый перик, глава Витханан, глава следующей нашей недели, надеюсь, после Тиша Беав, что мы переживем это трудное время благополучно, вот. Вот, в книге Дворим Моше говорит неожиданный момент здесь совершенно. Что же это у меня здесь перепрыгнуло, да, только берегись и береги душу твою, очень, чтобы не забыть слова, слова, которые видели глаза твои, да, на горе Синай. Да, говорят, что на горе Синай, в том, что было слышно, все же то же самое было видно, так говорит Раби Акива, да, не будем вдаваться в эту подробность сейчас, да, мы скажем, что то, что видели твои глаза, что ты Тору получил настолько отчетливо, что ты мог бы сказать, что все, что я слышу, все равно как написано передо мной, да, все совершенно ясно, отчетливо, да, вот. И береги свою душу очень, чтобы не забыть те слова, которые видели твои глаза, чтобы они не отошли от сердца твоего, да, все дни жизни твоей, да, и передай их детям твоим, да, да, храни душу свою, помни слова, и передай детям своим, у Левны Иванейха, и внукам своим, да, детям детей, да. Что здесь Маше говорит, да, он говорит опять же, да, примерно то же самое, что сказал царь Шламо. Больше всего храним бы, храни сердце свое, да, чистоту сердца, как бы, да, центральную точку свою храни в чистоте, да, потому что все понимание Торы, да, все понимание Торы, истинное понимание Торы. И более того, да, не только то, что ты сейчас слышишь слова Торы, да, и понимание того, что ты слышишь сейчас, зависит от чистоты сердца, и, как говорят, да, каждый понимает в меру своей испорченности, да, нам лучше бы сказать, каждый понимает в меру своей чистоты, чистоты души, а об этом Маше говорит, да, храни свою душу, да, не совершай преступлений, да, не совершай нехороших дел, не ешь некошерное, да, это все ударит по душе, и чем это плохо, может быть, еще многим вещам плохо, это плохо то, что это искажает восприятие Торы, и не только то, что ты сейчас воспринимаешь, то, что ты раньше воспринял, это тоже все искажается. Надо помнить Тору такой, какой она слышала из горы Синай. Хорошо, ты не слышал из горы Синай, есть люди, которые передают ее в чистом виде так, как будто из горы Синай, и ты как будто слышишь ее из горы Синай, да, но надо услышать. А для этого нужно и хранить свою душу, или, как говорит царь Шламо, «Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него выходы жизни», да, вот, Маше подчеркивает понимание, а Шламо подчеркивает, что то, что человек понял, то, что человек воспринял, это все сформирует человека, и на основе этого он будет поступать в жизни, он так будет поступать в жизни, да. Часто говорят, что Ахараема с именем Шахима Ливавод за делами тянутся сердца, это подход Рамбама, Маймонида, вот, и нужно делать хорошо, и тогда мысли исправятся, это все правильно, да, но это не все, это половина дела. А вторая половина дела, да, что мысли определяют дела, да, влияют на дела, да, это все равно как спор Маркса с Гегелем, да, что Гегель говорит, что дух определяет все, а Маркс говорит, бытие определяет сознание, где истина, истина лежит где-то посередине, да, и отбросить, отбросить чистоту мыслей, чистоту намерений человека, не учитывать это, говорят, говорить, что дела совсем уже все исправят, только делай хорошо, а в голове пусть делается что угодно, это невозможно, это невозможно, да, и это об этом говорит царь Шламо, и об этом говорит Маше, да, царь Давид, да, неплохо напомнить, что царь Шламо учился у своего отца царя Давида, царь Давид постоянно, постоянно говорит о том, постоянно говорит о сердце, да, как он говорит, да, амар лиха амал либи, тебе Всевышний говорит о моём сердце, обращается к тебе моё сердце, бикшу фанай эт панейха, моё лицо как бы исхало твоё лицо, да, я хотел обратиться к тебе лицом, туда, где твоё лицо, да, но мы понимаем, что лицо Всевышнего, как мы неоднократно говорили, это ясное ощущение Всевышнего, чёткое понимание его воли, да, вот, но что, говорит царь Давид, он не просто говорит, я обращаюсь к тебе, как бы поворачиваю лицо к тебе, да, он говорит, моё сердце, сердце, да, там, где желание, там, где чистота, оно говорит, моё сердце говорит, что лицо моё искало лицо твоё, сердце говорит, да, что ещё царь Давид говорит, лев тагор барали илогинь, да, беру ухнахон хадэш бекерби, Всевышний создал мне чистое сердце, да, а моя задача хранить чистоту сердца, да, и тогда Всевышний, он не дал тебе чистое сердце изначально, то, что мы как бы утром говорим похожие слова илукайныша машина тата идура, ипе Всевышний, душа, которую ты дал мне, она чисто, чистота, чистое, чистое, это изначально то, что Всевышний, Всевышний даёт человеку, и не надо ссылаться на то, что я царара, он, дурное начало, предшествует хорошему, оно изначально вкладывается в человека, об этом можно поговорить отдельно, изначальная посылка, Бог даёт мне чистую душу, все изначальные условия, чтобы я шёл в хорошее направление, а не то, что он мне даёт я царара, а я должен с ним бороться, нет, он даёт мне чистоту сердца, чистоту души, он мне сотворил чистое сердце, говорит Давид, да, и просит наполнить новым духом чистое сердце, которое он будет хранить в чистоте, да, и ещё Давид говорит, по-моему, это 51-й псалом, ну налев, халаль ли би би кирби, моё сердце пусто внутри меня, что он имеет в виду, ничего дурного нету, ничего дурному я не позволил туда войти, оно пусто в том смысле, что как его Всевышний сотворил чистым, так и оно осталось чистым, то есть мы видим, что его отец, как бы отец царя Шламо, постоянно так же говорит о чистоте сердца, и вот у нас есть Маше, у нас есть Давид, так сказать, предшественники Шламо, и Шламо говорит так, да, «Миколь мишмар ни цорли беха», «Больше всего храни, храни сердце своё», да, вот и в качестве примера, да, что, как, что значит хранить сердце, да, кроме того, что сказал Давид, есть в нашей истории такой человек по имени Ильиша Бенавуя, который поднялся до очень высоких уровней изучения Торы и даже поднялся до уровня близкого к пророческому, увидел пророческую картину, неверно её понял, неверно её осознал и оставил соблюдение Торы, да, вот, и говорят, несколько причин, почему это произошло с Ильиша Бенавуя, с другими его товарищами это не произошло, которые поднялись на такой же уровень, а с ним это произошло, подчёркивают, несколько причин, да, и подчёркивают несколько причин, здесь я пропущу немножко, чтобы, может быть, в следующий раз можно будет посмотреть, сейчас мы с вами постараемся уцепиться, если я не взял этот источник, не приготовил, да, так, я вам скажу то, что я хотел, видимо, я не выписал, секунду, да, а, вот, да, просто на предыдущей странице, вот здесь, да, значит, причина, по которой Ильиша Бенавуя ошибся, говорится, да, почему он ошибся, зэмер ивани лопа сакми пуми, с его сусни сходил напев, греческий напев, или, скажем, напев из эллинистической культуры, может быть, можно так сказать, да, то есть мы понимаем, что это эллинизм, это давлеющая культура в конце второго храма и после его разрушения, вот, Ильиша Бенавуя, он постоянно напевает греческие напевы, да, сказали, сказали о нем, об Ильиша Бенавуя, когда он вставал, да, в Бетмедраш, он был великим учителем и проводил время в Бетмедраш, и когда он вставал, Множество книг, ну, грубо говоря, еретиков сыпались у него из-за пазухи, да, еретики именим, это обычно христиане, которые уже в то время были Ильиша Бенавуя, раби Акива, восстание Баркова, после восстания Баркова они уже во множестве в своем разгуливают по земле Израиля, и вот он интересуется этими книгами, что-то хочет оттуда вытащить умное и хорошее, да, и, может быть, это можно, допустимо, для такого учителя, но что? Это у него за пазухой? Очень близко к сердцу, к тому же сердцу. Ну, хорошо, ты учишь что-то, ты разбираешься, ты отовсюду хочешь взять мудрость, ты, может быть, хочешь что-то противопоставить этому учению христиан, хорошо, но почему же ты пускаешь это близко к сердцу, да, почему это у тебя за пазухой рядом с сердцем, да, и вот мы видим ту же самую идею, да, что у ошибки великого учителя есть предыстория, какая предыстория? Уж больно близко к его сердцу чужая культура, будь то эллинизм, будь то христианство, с которым он наверняка не согласен, но он что-то оттуда пытается вытащить, и это близко к его сердцу, да, вот. Это иллюстрация, это иллюстрация к тому, что сказали царь Шламо, больше всего храним его, храни сердце свое, да, и лишь бы науэ не сохранил свое сердце, и поэтому, да, и почему, потому что из этого выходы жизненные, и вот выходы, жизненный выход, когда Ильиша столкнулся с пророчеством, фактически с пророчеством, с пророческой силой, он не смог ее воспринять, потому что его сердце не было чистым, да, склонялось к чужой культуре и воспринял пророчество в свете чужой культуры, да, вот. Это сама в себе очень большая тема в трактате Хагига, хотелось бы ее разобрать, но все-таки это не наша тема, это только как иллюстрация, да. Теперь я останавливаю Шер, да, и, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, то я готов постараться, постараться ответить, да. Во-первых, огромное спасибо, я наслаждаюсь, и это, в принципе, это ответ на то, что вот в начале пути, например, у меня, да, у меня был очень сильный интерес и любовь к искусству, да, так скажем, к живописи, к скульптуре, ну, источники, естественно, те, да, и вот как-то это у меня не сочеталось, и потом это вроде как у меня все противилось, и сейчас вот я вас слушаю и понимаю, что нельзя это близко брать в сердце, да. Можно посмотреть на это, видимо, ну, так, не близко к сердцу, да. Да, 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 это то, что вы поднимаете, это очень сложная тема, да, то, о чем мы говорили, это чистота сердца, и действительно нельзя брать это близко к сердцу, да, вот, ну, а с другой стороны, это волнует, это красиво, да, вот, теперь здесь есть очень сложный момент, который требует отдельного рассмотрения, я в свое время слышал, может быть, это первый раз от своего, от своего учителя, Раби Маши Айзимана, человека просто великого, да, и он сказал, да, что мы говорим такую парафразу, это не совсем цитаты, но мы говорим из, не совсем цитаты Даниэля, на основе срока Даниэля мы говорим в Таханун, адмайтай тифартэха баяцал, да, гусха баяц, адматай узха бешвиби тифартэха баяцал, до каких пор твоя сила в плену и твоя красота в руках врага, да, что он, что он и в Ешаягу, да, есть такая идея, что, да, что вся красота, да, она утекла, как бы, от нас, да, утекла от нас к народам мира, и наша задача непростая, может быть, не настало для этого времени, чтобы заниматься ей конкретно, но в будущем эту красоту надо вернуть обратно, да, надо эту красоту облечь в Тору, или наоборот, значит, эту красоту сделать иллюстрацией для Торы. Это всё впереди, да, и это не только Раймаша Айзиман, у нас есть в трактате «Авладазара» говорится, что в будущем мудрецы будут учить Тори в театрах и в цирках, да, и вот Равшерки всегда подчёркивает, а почему надо учить Тори в театре и в цирках? Потому что театр можно превратить в Тору. Это непросто, да, но это можно превратить в Тору. И даже этот древний театр, который как бы, да, основан на идолопоклонстве, и его можно превратить в Тору, да. Вот вопрос, как это сделать и сколько этому времени нужно заниматься этим. Но понятно, что время для такого вот возвращения этой красоты, которая находится в плену, оно ещё не настало, да. У Равшерки есть очень интересные лекции, как можно в греческих мифах увидеть идеи Тори, да. Но это, ну, скажем, да, это великий мудрец, великий, как бы, учитель поколения, я бы сказал, он с этим справляется. То, что я пытаюсь сделать, да, как бы, и не вижу в этом ничего предусыдительного, я пытаюсь увидеть в художественных произведениях на тему Танаха, увидеть идеи, да, увидеть идеи, которые как бы раскрывают Тору, да. И у меня это связано очень много с, очень много с моим, скажем, с моей биографией, с моим духовным становлением. Меня мама, как всякая еврейская мама, она хотела развивать ребёнка. Она брала меня в Третьяковскую галерею. И останавливалась она у картин на, так сказать, библейские темы. И рассказывала мне, рассказывала мне вещи очень глубокие, да, вот. И я-то, как бы, с этого момента я понял, что вот живопись, наверное, не вся, и не всё, может быть, очень, иногда очень интересные иллюстрации, да, раскрытием даже каких-то глубоких вещей в Торе, да. Но я не думаю, что это, как бы, что это основное, чем мы можем. Хотелось бы, да, вернуть вот эту красоту, да, которая оказалась в плену, да, вот. В плену в каком смысле, да, вообще всё, если взять всю европейскую культуру. Там же Тора, только она искажена, извращена, да, вот. Пойди это всё, как бы, вычасти обратно. Не знаю, кто это будет делать, да. Но какие-то моменты можно зацепить, и мне кажется, что это очень интересно. Но это моё, как бы, личное такое восприятие. Никого к этому не толкаю и не призываю, вот. Но этот момент есть, этот момент есть. Храм был разрушен. Наша красота и внешняя, и красота мудрости. Но она оказалась в плену, она оказалась в плену. Её надо достать, её надо вернуть, да. Вот. Вот это как бы, это сама по себе красивая идея. Не знаю, опять же, ещё раз могу сказать, не знаю, насколько она практически сегодня применима. Так что не терзайте себя, что... Не, не, я уже, я изменилась. Ну, потому что, если Ильиша Беновуя такой великий человек упал, то лучше подальше. Не знаю, не знаю, каждому своё, но можно, можно оттуда достать искры. Кто хочет, или кому это как бы по душе, можно оттуда достать искры. Но это работа, конечно, это надо думать, не просто так схватил и побежал. Очень рад, что с вами поделился этим, потому что для меня это очень важно. Это связано с моим детством, с остановлением таким. Вот. Хорошо. Что-то есть ещё? Я хочу рассказать, я извиняюсь. Ну, не совсем в тему. Да, пожалуйста, да. Но я вот наслаждаюсь. Настолько у вас великое... Я извиняюсь за это слово, конечно, но правда. Вот ваша книга «Малахимбет» — это вот я каждый раз читаю, и вот настолько это меня увлекает. Каждый образ вот я увлекаюсь так же, как и вы. Я понимаю, что вы влюблены вот в это. И вот вы умеете это так передать, что я вот там, вот я внутри, я тоже влюблена в эту ситуацию. Я не могу... И потом, опс, и разочарование такое, ну, небольшое. Ну, человек не выдержал. Ну, вы его так берёте мягко и оправдываете. Ну, это просто вот наслаждение. Я думаю, что эту книгу надо вместо того, как мы учили эту историю СССР. Прости, Господи. Если бы такую книгу учили вовремя... Огромное, огромное. Огромное спасибо. Для меня очень важно. Очень важно. Но что я вам хочу, опять же, не могу не подчеркнуть. Здесь есть большая заслуга моей жены, которая всегда говорила, да, когда мы с ней работали, работали, она говорила, нельзя обманывать. То есть для неё обманывать – это не дойти до сути. Где-то остановиться на каком-то поверхностном, да, на поверхностном комментарии даже, да. Надо дойти до сути. И вот она меня так приучила. И есть несколько моментов, которые я мог бы сказать, что это благодаря ей просто конкретно. Спасибо. Так что если удалось раскрыть какие-то образы, их сущностные такие стороны, в этом тоже есть её заслуга. Честное слово. Так что я могу сказать здесь. Тот, кто ещё не купил книгу «Мулакимбет», приобретайте, поможете себе и мне. Мне точно. Поможете себе? Тоже думаю. А хорошо. Ладно. Радеев, спасибо большое. Просто Мишли открывается. Наконец-то я для себя раскрываю Мишли. Ну, я вам сказал, что царь Шламо ничего не скажет напрямую. У него всё нужно. Он хочет заставить думать, да. И причём каждого по-своему. Есть один смысл общий. От него нельзя уйти. Но, в принципе, идея – подумай, да. Подумай. Посмотри, что ты отсюда можешь взять. Вот это его идея во всех книгах. Радеев, ну, вы поняли, что вам надо комментарии на книгу сделать, Мишли. Комментарии на Мишли. Потому что совершенно оригинальный подход. Я, как слышу такие слова, я сразу вздрагиваю. Потому что эта работа неподъёмная совершенно. Вот. Но, не знаю. Я продолжаю работать. Я надеюсь, что я смогу вам представить ещё книги, которые будут очень интересны для вас. Посмотрим. Есть ещё и Ремьяу, который мы с вами подробно разбирали. Вот. Там тоже всё светится и высвечивается. Просто трудно оторваться. Посмотрим. Спасибо за пожелания. Да. Помогайте мне распространять книги. Есть, слава богу, есть очень хорошие отзывы. Но покупают очень мало. И убедить людей, как бы, присоединиться к этой учёбе очень трудно. Хорошо. Огромное спасибо всем за внимание. Просто огромное. Я надеюсь на следующую встречу с вами. Вот. И будем сражаться. Окей. Спасибо. 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 До свидания.